Как поддерживать организм в тонусе, как ухаживать за кожей лица зимой и как вернуться в спортзал после перерыва? Ответы на эти вопросы, а также советы профессионалов в воскресенье в 11 утра в программе «Здравствуйте». Меня зовут Игорь. Тренируюсь я больше 25 лет. Знакомьтесь, Игорь Емельянов. Он точно знает, как, в какое время и сколько тренироваться. И в это воскресенье Игорь не только расскажет, но и покажет, как правильно вернуться к тренировкам после долгого перерыва. Долгое время мы отдыхали, мышцы остыли, суставчики отвыкли, лимфосистема наша не запущена. После этого мы разогреваемся, идем в зал и прорабатываем все тело приблизительно по одному упражнению. В новой рубрике «Испытано на себе» пошагово о первой тренировке под пристальным контролем фитнес-инструктора. А Станислав Кичигин поделится советом, как оберегать и питать волосы зимой. В зимнее время необходимо волосы активно питать и кожу головы защищать, потому что зима, поэтому обязательно головные уборы, это обязательно по понижению температуры. С учетом того, что на улице минус, холодно, в помещениях тепло, перепады температур также влияют на блеск волос. Что делать, чтобы кожа лица всегда была свежей и бархатистой, знает косметолог Елена Ковалева. В зимний период времени, конечно, нужен, может быть, чуть-чуть более особый уход, больше, наверное, такой, скажем, питательный уход. Мороз, ветер, осадки такие неприятные, там снег, дождь, снег с дождем. Вот, то есть нам нужна, значит, больше защита кожи. Об этом и не только. Подробно, познавательно и интересно расскажем в воскресенье, 21 января, в обновленной программе «Здравствуйте». Ирина Палисика, Елена Веговская, Иван Глухенький, Первый Приднестровский.